Добрый день, у микрофона Светлана Занько, и сегодня с итогами года в нашей студии главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области Дмитрий Александрович Курдюмов. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день, Светлана. Очень хороший год на самом деле для Кировской травмы в этом году, во-первых, потому что она преобразовалась действительно в серьезный такой центр, который теперь оказывает услуги не только для кировчан и жителей Кировской области, но и прекрасно принимает людей из других регионов, которые обращаются к вам. Мы об этом с вами говорили, хотелось еще раз на этом сделать акцент. И это уже моя личная просьба, потому что нам звонили после эфира с вами наши слушатели, которые просили поподробнее рассказать о том, какие все-таки виды высокотехнологичной помощи медицинской входят в ОМС и которые вы оказываете сейчас в вашем центре. Действительно, каждый год мы для себя в центре ставим какие-то планы, что мы анализируем в прошлом году и что мы должны сделать следующим. Что касается 2015 года, мы стали центром. Мы поставили для себя целью начать оказывать высокотехнологичную помощь в большем объеме иногородним пациентам, по итогам года, я сразу озвучу цифры, уже сейчас мы на сегодняшний день оказали помощь порядка 1900 иногородним пациентам, причем из них 1000, больше 1000, это высокотехнологичная операция. Много ли это или мало, но если назвать цифру о том, что во всей Российской Федерации в 2014 году, как озвучил наш президент, было оказано 715 тысяч случаев ВМП, но и только, скажем, в нашем центре всего и жителям Кировской области и иногородних пациентов мы оказали ВМП порядка 1800 за этот год. Что такое ВМП? Высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, знаете, здесь можно называть, скажем так, дать характеристику ВМП с точки зрения нормативной правовой базы, это медицинская помощь с применением трудоемких, многоемких технологий, клеточных инженерий и так далее, в соответствии с Федеральным законом. Ну, а если говорить как это в жизни, в жизни это тот перечень видов медицинской помощи, который, скажем так, сформирован в приложении к базовой программе госгарантии, утверждаемый по стране пристроительской Федерации, такое у нас приложение утверждается с 2015 года. Вот с этого, с текущего года стали оказывать такие услуги? Нет, эти услуги оказываются с 2014 года, но в приложении программы госгарантии вот этот перечень видов появился в 2015 году. А в рамках УМС мы говорим о том, что ВМП в рамках... Обязательного медицинского страхования? Да, в базовой программе появилось в 2014 году. ВМП было давно оказывается и федеральными учреждениями, и учреждениями субъектов, но были другие принципы финансирования. Я понимаю, ВМП это как медицинская помощь с особым, ну, скажем так, механизмом финансирования. Да, есть и наукоемкие, и в полном мере отвечающие на ее характеристики в 321-м федеральном законе. Но, по большому счету, это некий такой перечень видов, который предполагает особенности финансирования для учреждений здравоохранения субъектов и в большей степени для федеральных учреждений. Давайте мы все-таки скажем понятным человеческим языком, что это значит для обычного человека, у которого на руках полис УМС, обязательного медицинского страхования. Для обычного человека это возможности. Я сторонник того, чтобы мы с вами все, пациенты наши, знали о том, какие возможности у них есть, когда они обладают полисом УМС. В рамках базовой программы УМС пациент может рассчитывать на медицинскую помощь по правилам базовой программы на всей территории Российской Федерации. Это специализированная помощь, в том числе это высокотехнологичная помощь, которая является со мной частью специализированной и является приложением номер один к базовой программе госгарантии. Что касается тех видов операций, которые производятся в вашем центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, имея на руках сейчас полис УМС, что доступно? Доступна специализированная помощь. То есть это спетооперации, которые не включены в перечень видов высокотехнологичных операций. Среди них тоже есть наукоемкие и трудоемкие, но это тем, чем в меньшей степени занимаются федеральные учреждения. Это операции при травмах позвоночника, это операции при травмах костей и конечностей, травмах сухожилий, это малоинвазивная хирургия суставов, ортроскопия суставов, это очень востребовано. Ну и много всего. Кроме того, пациентам из других регионов России в нашем центре доступна высокотехнологичная помощь, которая как раз в приложении один по профилю травматологии и ортопедии, это эндопротезирование суставов, это операции на позвоночнике, это операции при травмах, при врожденных аномалиях, развитии деформаций в позвоночнике, ну в общем-то и многое другое. Ну и я все-таки считаю, что у меня есть свое мнение о том, все-таки что такое ГНП в наше время. Я убежден и уже могу выразить мнение свое как члена общественной палаты о том, что в настоящее время ГНП это некий такой способ финансирования федеральных учреждений здравоохранения. Если мы посмотрим, как они финансируются, то опять же вот в постановлении правительства Российской Федерации об утверждении программы госгарантии на 16-й год, который вот опубликован был буквально вчера на сайте правительства Российской Федерации, было написано, что высокотехнологичная медицинская помощь в соответствии с приложением 2 финансируется за счет иных межбюджетных трансфертов, опять же, из бюджета федерального фонда в федеральный бюджет. То есть попросту говоря, федеральные учреждения. Простыми словами, я да, сразу скажу, действительно, что вы хотели. Простыми словами, субъекты финансируют в том числе федеральные учреждения. То есть мы, Кировская область, финансируем федеральные учреждения, Москва, Питер, что-то в Нижнем Новгороде есть, вместо того, что финансировать свои, которые способны такую же помощь оказывать? Почти так. Скажем, по поводу финансирования, разделю вопрос на две части. По поводу финансирования, да, действительно, правительство Кировской области перечисляет деньги на неработающее население, а это порядка 4-7 миллиардов рублей, это цифра, я знаю, 2014 года. Что касается работающих граждан, за них платят работодатели, перечисляют деньги в федеральный фонд. Ну, а федеральный фонд, после того, как субъекты перечисляют в него деньги, это работодатели и занеработающее население правительства, субъектов, оно перечисляет деньги, финансируя, в соответствии с приложением 2, федерального учреждения здравоохранения. Наверняка, добавляя к этому объему какую-то меньшую, я могу предположить, я не обладаю этими знаниями, часть, но получается так, что, да, субъекты действительно в большей степени финансируют федеральное учреждение здравоохранения. Но это, скажем, еще не все. В этой же базовой программе написано, что за счет этих же бюджетных трансфертов Министерство здравоохранения и физической федерации может выделять деньги на финансирование высокотехнической помощи, которая оказывается в субъектах в соответствии с приложением 2. То есть не все на финансирование, а на софинансирование. То есть для того, чтобы субъекты оказывали помощь, которая не входит в приложение 1, в базовую программу на своих территориях, они еще должны выделить деньги на софинансирование отчасти своим же деньгам. Вот такой казус возникает. Но сразу хочу сказать, действительно, не должны субъекты заниматься всем ВНП. Это неправильно. Большей частью да. Они должны заниматься то, что фактически они... Все ведь получают лицензию на оказание высокотехнической помощи. Она есть у всех. И мы, и федеральные учреждения, и подходы едины. Это необходимое оснащение, это кадровый потенциал, это оснащение оборудования и так далее. Выдает Росздравнадзор. И требования одинаковые к федеральным учреждениям, к учреждениям, субъектов. Соответственно, мы оснащены, мы можем выполнять эту перечень видов. Но то, что надо на федеральном уровне оставить в федеральном учреждениях единственные, скажем, те виды ВНП, которые поистине являются трудоемкими, наукоемкими. Ну, то есть недоступные на региональном уровне. Которыми не должны заниматься регионы, которые требуют большей компетенции, но и, скажем, оборудования другого уровня. Часть онкологии, возможно, онкогематология, может, какая-то часть сердечно-сосудистой хирургии. Возникает парадокс. Скажем, ну да, не всю сердечно-сосудистую хирургию нужно отдавать на уровень субъектов, безусловно. Но если мы посмотрим программу госгарантии и то, что входило в базовую программу и могли оказывать субъекты за деньги ОМС, мы видим в разделе сердечно-сосудистой хирургии только стентирование сосудов при ишемическом болезни сердца, инфарктов, миокарда и имплантацию кардиостимулятором. То есть если человек болен, он может сделать в Кирове, в Кировской области, только вот эти две операции высокотехнологичные. За день ОМС, да, по полюсу ОМС. Только два вида операций с высокотехнологичной помощью. Причем не только у себя в субъекте, где угодно, потому что это в базе. В любом другом, кроме федеральных центров. Федеральные центры, здесь особое их отношение. Вот здесь есть парадокс. Наверное, я лучше назову цифры, которые говорят сами за себя. Это цифры открытые 2014 года. Всего сделало в субъекте 715 тысяч высокотехнологичных ну, как параличные, в смысле, 5 тысяч пациентов. При этом в субъектах сделано порядка 46%. Я сейчас могу называть чуть-чуть неточные цифры, но общий порядок тот. Если говорить о том, насколько в 2014 году сделано больше высокотехнологичных операций, чем в 2013 году, то сделано на 505 в 2013 и 715 в 2014. В процентном соотношении? Чуть больше двухсот тысяч случаев, но если мы посмотрим, а за счет чего рост, то мы увидим, что 180 тысяч случаев сделаны в субъектах и как раз в рамках базовой программы ОМС. Возможность, которая оказывает помощь как раз в 2014 году, причем не с самого начала года. Если мы будем анализировать цифры, которые для меня, по крайней мере, недоступны, а какой объем ВНП оказан в 2015 году, мы тоже, наверное, увидим рост. То есть правильно я понимаю, что раньше люди просто не обращались в федеральные центры за такими операциями, потому что они были далеки, не доехали и так далее. Как только стало в субъектах возможно оказывать эту помощь, они стали, эти люди, получать такую помощь? Как только часть видов стала возможно оказывать за деньги ОМС, они вошли в раздел 1 и вошли в базовую программу, да, действительно, это стало доступнее. И дело в том, что и федеральные учреждения здравоохранения, они имеют возможность работать в системе ОМС и оказывать высокотехнологичную помощь в разделе 1. Но дело в том, что для них, наверное, это дело новое. Я так скажу, эта работа в рамках ОМС предполагает в том числе и медико-экономическую экспертизу и контроль качественной медицинской помощи территориальными фондами, которые оплачивают этот вид помощи. Ну и, безусловно, это другие тарифы, которые чуть ниже. По ОМС, наверное, не чуть ниже, а значительно. Я скажу чуть ниже. Ну и, естественно, как вы понимаете, вполне логично. Федеральные учреждения, работающие с ОМС, они отчасти, надо признать, они более компетентны, естественно. Но давно пора быть смелыми, и то, что должно оказываться на уровне субъекта, я привел вам пример про кардиохирургию, для того, чтобы пациенты могли получать здесь и сейчас, именно тогда, как это нужно, давно пора отдать, оставив федеральным учреждениям то, чем они должны заниматься. Наука. Это наукоемкие, трудоемкие. То есть, Андрей Александрович, правильно я понимаю, что вы выступаете за то, чтобы перечень вот этих операций с высокотехнологичной помощью медицинской для субъектов был расширен? Чтобы здесь, на месте, в городе Кирове, в наших крупных клиниках могли оказывать эту помощь, и люди не пытались поехать в Москву, не добивались этого, или, например, не оставались бы с этими болезнями, зная, что нужно ехать куда-то далеко Я считаю, что перечень видов должен быть расширен, но это должен быть научный подход, анализ того, что выполняется уже на уровне субъектов, я думаю, это небольшая работа. И я могу сказать, что это очень серьезно обсуждалось в 2014 году. Тогда, надо сказать, что многие федеральные учреждения, они были этим, ну, скажем так, напуганы, они понимали, что, чем больше из раздела 2 переходит видов медицинской помощи в раздел 1, тем меньше им достается. Чем больше субъекта забирают, тем меньше им финансирование, и так далее. Они будут испытывать дефицит средств, оно и понятно все. И когда была министром здравоохранения Голикова, я тогда имел возможность присутствовать на итоговой конференции, было буквально озвучено в 2012 году, что вы готовьтесь заниматься наукой, а заниматься медицинской помощью, которая пока высокотехнологична, она станет либо специализированной, мы ее назовем, либо вы, ну, вот как-то так, да. То есть решение уже тогда было сформировано и назывались конкретные перечни видов уже тогда, которые должны остаться высокотехнологичными и быть неприкосновенными. В целом, эти профили основные я называл. Безусловно, что-то должно остаться из профилей травматологии, ортопедия, такие виды, как, например, эндопротезирование суставов пациентам с кагулопатиями, то есть с нарушениями свертанности. Угу, крови. Да, крови. Это достаточно серьезно, и что-то еще, наверное, должно остаться. Но вот в таком виде, в котором он сейчас существует, это не что иное, как искусственное ограничение возможностей жителей получать помощь, ну, назовем ее еще пока высокотехнологичным, в субъектах, это искусственное излишнее финансирование вот такого излишнего имущественного комплекса федерального, в котором нет мотивации заниматься именно наукой. И, безусловно, здесь есть... Здесь такая цепочка раскручивается. С одной стороны, мы понимаем, что таким образом мы могли бы обеспечить доступность операций и вот такой помощи населению на местах, а с другой стороны, наконец-то, большие центры занимались бы наукой, и мы бы не стали... То есть получился бы серьезный такой потенциал и резон уже не сравнивать себя с Западом, где все там развивается, да, и наука на высоте, а самим достигать таких высот. Да, вы знаете, когда... Что происходит, могу сказать, например, нашего центра и других регионов. У нас есть регионы, которые, видя рекламу нашего центра, видя, что большой поток едет, они начинают заниматься правильными вещами, на мой взгляд. Какими? Когда пациенты уезжают, многие учреждения становятся, пытаются стать привлекательнее. Они начинают по-другому общаться с пациентами, пытаются создать условия пребывания для пациентов, работать с кадрами, обучать докторов. Безусловно, очень серьезно относятся к осложнениям. Пытаются сопровождать пациентов через электронную почту и после выписки консультировать. То есть формируется другое отношение к пациентам. Конкуренция. Да, конкуренция. И именно переход части видов ВМП из раздела 2, которыми занимаются в большей степени федеральные учреждения в раздел 1, эти условия формируют. Я еще сказал вам, что это и дешевле, действительно. И мы, учреждения здравоохранения, работающие в системе ОМС, а ОМС на сегодняшний день, особенно в рамках базовой программы, это конкурентная среда. Ведь там могут работать участники. И хотим мы или не хотим, они заходят потихоньку, и больше и больше. И я уверен, что в перспективе, если мы будем двигаться именно в этом направлении, конкурентная среда сформируется. Это неизбежный итог. Но что сейчас тормозит, это тот перечень видов. Его нужно расширить. Да, перечень видов нужно расширить и от федералов часть убрать. Вы знаете, какая ситуация? Вы, наверное, меня хотите спросить, а учреждения субъектов могут заниматься этим перечнем видов? Да, да, конечно. Могут, конечно. Но только за деньги, которые субъект дополнительно выделяет либо в полном объеме, либо на софинансирование тех средств, которые придут еще из бюджета федерального фонда. Я им сказал, что они придут деньги фактически чьих тех же субъектов. Ну да, да. Вот такая интересная вещь. Поэтому, возвращаясь к вашему первому вопросу, что такое ВМП, надеюсь, я на него ответил. Мы практически всю программу посвятили этому вопросу. Да, ВМП. Но это самый важный, наверное, вопрос сейчас. Я считаю, да. Потому что, еще раз, нас зовут те цифры, мы и планируем этим заниматься. Ну, в общем-то, и правительство Кировской области на последнем итоговом, скажем так, к совещанию главных врачей, заместителя пресса Кировской области, Матвея Дмитрия Александровича, он как раз и озвучил приоритеты на следующий год для учреждений, скажем так, областных. Первое, естественно, это снижение смертности. Безусловно, без этого нельзя. Но, в том числе, это и расширение перечня видов, увеличение объемов ВМП в субъекте, это следующий приоритет. И создание возможностей для привлечения нагородных пациентов. А такие возможности есть не только у Центра травматологии и ортопедии. Очень прекрасный, компетентный коллектив областной больницы. Коллектив кардиохирургов, коллектив сосудистых хирургов, коллектив нейрохирургов. Это прекрасные специалисты, с которыми мы работаем. Но потенциал, чей потенциал до конца не может быть реализован из-за того, что стоит этот препон, раздел 1, раздел 2. А Кировская область и все субъекты, они не имеют возможности, платя за неработающее население 4-2-4-7 миллиардов рублей в бюджет федерального фонда, еще дополнительно выделять дефициты деньги на высокотехнологичную помощь. Вы мне за эфиром сказали, что вот этот список не был в итоге расширен. Вы буквально посмотрели, то есть на 2016 год он не расширен? Да, фактически говорят, что что-то где-то перешло. Но сложно было проанализировать, потому что это большой документ, более 100 страниц. Но, тем не менее, это уже все равно. Все равно уже за полтора года мы видим результаты. Фактически это нерасширенный перечень с 2014 года. Возможно. Но, тем не менее, этот год дал свои результаты. Правда? 2015 год. Вы знаете, по крайней мере, это начали обсуждать. Начали обсуждать. Это начало движение. Мы будем надеяться, что действительно это будет развиваться. Тем более, раз правительство ставит перед собой такие задачи, вероятно, с помощью и общественной палаты, и медиков. Вы знаете, самое интересное, что на совете ПФО много по вопросам здравоохранения, на котором я присутствовал как представители ПРФ, обсуждался вопрос «Скажите, как будет финансироваться ДНП в следующем году?» Меня поразило, с какой легкостью от этого вопроса выходили замминистра и представители Федерального фонда ОМС, хотя все было понятно. Все те же самые иные безбуждительные трансферты. Потому что субъекты понимают, губернаторы понимают этот механизм. Платежи в Федеральный фонд, Федеральный фонд возвращает деньги, но еще он их возвращает на софинансирование высокотехнологичной помощи, но субъект должен добавить денег. Большинство субъектов не может это сделать, и, естественно, тогда остается только одна возможность – это ВНП в рамках базовой программы ОМС. – Да. – И я думаю, что хотя бы по некоторым видам, которые влияют на качество жизни, на среднюю производственную жизнь, я не говорю даже о травматологии, ортопедии, но сердечно-сосудистой хирургии и другие виды нужно пересмотреть. Ну, это, наверное, та задача, которую вы в том числе и благодаря своей общественной позиции сейчас будете заниматься в следующем году. Спасибо большое. Это Дмитрий Курдюмов, главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, и, как я уже сказала, секретарь общественной палаты, общественные деятели. Успехов вам в будущих годах. Спасибо.